Авторы законопроектов намерены устранить правовой пробел, в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом. На торговлю электронными системами доставки никотина никаких ограничений не налагается. При этом вред от них не меньше, а по некоторым оценкам даже больше, чем от традиционных сигарет. Хотя наши дети, которые курят вейпы, считают, что оно совершенно безвредное, на самом деле это не так. Есть случаи, к сожалению, такие случаи уже появились и за рубежом, и в нашей стране, когда дети, подростки просто умирают от курения тех вейпов. Вот был такой случай в Татарстане, в Санкт-Петербурге, когда ребята, которые курили вейпы по несколько месяцев, просто теряли сознание на уроках и потом в течение некоторого времени умирали. За рубежом есть ряд случаев, когда происходят быстротекущие онкологические заболевания после курения вейпов. К сожалению, тоже дети умирают. И был случай в Германии, когда вейп просто взорвался, и ребенок тоже погиб. Поэтому мы считаем, что вот эта инициатива молодежной думы, с которой они вышли по запрету продажи вейпов, несовершеннолетним, она совершенно правильная, и мы ее будем принимать в ближайшее время. Одним из законов также будет введена административная ответственность за продажу электронных систем доставки никотина, вейпов и никотина, содержащих жидкости несовершеннолетним. Штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев отмечает, что данные законопроекты первые из внесенных областным парламентом, которые прошли процедуру оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности и получили положительное заключение. Депутатам предстоит утвердить законы на ближайшем заседании законодательного собрания. Документы вступят в силу спустя 10 дней после его официального опубликования и будут действовать до принятия соответствующего федерального закона.